Привет, с вами Ньярл, и это каст-матча по Dawn of War 2 Retribution Elite Mod 1 на 1 между игроками. Dark Riku, который играет за самого редкого командира в этой игре, за Ликтора Альфа. И Forest Radio, который играет за космодесантника на карте Judgment of Carrion. И мне было интересно найти приплей не просто с тиранидами, которые сами по себе довольно редкие, но с Ликтором Альфа, который просто редчайший из редчайших. Большая часть тиранидов, конечно же, играет за Тирануя, у которого есть синапс на повышение здоровья, у которого есть гнезда, которые он может ставить на карте. И, наверное, большая часть тиранидов играет за равенера Альфа, у которого есть синапс на урон, и с которым можно без особых заморочек спамить равенерами. С этим синапсом на урон и синапсом ядовитых воинов. Но Ликтор Альфа, он требует наибольшего микроконтроля из всех командиров тиранид. И, возможно, именно поэтому самый редкий командир самой редкой армии именно он. Форест Радио идет в два отряда скаутов, в то время как Дарк Рику идет в два отряда термогаунтов. Ну, точнее, второй отряд скаутов у Форест Радио, и так-то, все стандартно, в то время как у Дарк Рику тоже абсолютно стандартные два отряда термогантов. И Дарк Рику идет на верхнюю точку энергии. Он пока что не перекапывает нижнюю точку энергии. И это довольно интересный выбор, то, что Форест Радио тоже пошел на верхнюю точку энергии и тоже ставит генераторы здесь. В прошлых матчах на этой карте мы в основном видели... Да, и Дарк Рику тоже здесь ставят генераторы. Мы видели, что игроки в основном ставили генераторы на нижних точках энергии, потому что здесь они удалены дальше друг от друга. Так-то обе генераторные точки находятся примерно в одной и той же позиции, просто эти чуть-чуть ближе друг к другу. Самую малость. И к ним намного проще попасть. Да, в принципе, выход через центр и тут, и тут практически одинаковый. Но здесь можно прям с центра по ним стрелять, а здесь нужно пройти немного большую дистанцию. Для того, чтобы стрелять по точкам. Хормогаунты отступают с двумя модельками. Едва-едва выжили. Против технодесантника, которому уже были заказаны бионики. Это броня на технодесантника, которая позволяет ему разбрасывать в разные стороны вражеские рукопашные юниты. Довольно интересный выбор. Тем более настолько... Настолько ранний выбор. Скаутом заказывается сержант. И ответом на массу тиранитских юнитов от Force Radio, похоже, будет микроконтроль. С помощью которого он будет их пресекать. Гранаты. Так, первая граната вылетает. Но, похоже, она целилась в тот отряд термогантов, который уже отступил. И на поле боя выходят воины. Интересный выбор на первом тире. Конечно, за тиранидов мы чаще всего на первом тире видим отряд равенеров. Отряд воинов на первом тире. Это интересный выбор. Интересно, о чем он говорит. Будут ли им выданы апгрейды на шипастую душитель? Или они просто используются ради своего типа урона? То есть даже у стандартных воинов у них тип урона повермили. Силовое оружие. То есть они теоретически довольно эффективны против тактикалов в рукопашном бою. И Дарк Рику перекэпывает точку энергии. Большая наглость с его стороны. Сможет ли он ее закэпать? Нет. Forest Radio пресекает эту попытку залпом из дробовика. Ну, крюки устремляются в скаутов. Но они даже не убивают модельку. И Ликтор Альфа вынужден отступить. Давным-давно, еще до элитмода, Ликтор Альфа мог просто снайпить сержанта отрядов скаутов. Без особых проблем, вытягивая его крюками. Парочка автоатак минус сержант. Ну, тогда же он мог снайпить и отряды гвардии, просто вытягивая сержанта и атакуя его. Но если отряд гвардии был побитый, то он практически очень быстро умирал. Так, и два отряда термогантов уже апгрейженные. Подходят к скаутам, кидают калечащий яд. Но они вынуждены отступить от гранат. Подходят воины. Конечно, они дают сами по себе базовый синапс отрядам тиранид, которые находятся рядом с ним. Но это не настолько радикальный синапс, как дают ядовитые воины на втором тире. У тиранидов очень много разных типов синапса. Их нужно помнить, если вы хотите играть за эту расу. То есть Зоантроп дает синапс на увеличение регенерации. Обычные воины дают синапс, который дает немного здоровья, ускоряет и позволяет отрядам тиранид перепрыгивать через укрытие. Вот так вот все работает. Ну и ядовитые воины, конечно, дают синапс на дальнобойный урон, дальнобойным отрядам. И воины с апгрейдом на... С апгрейдом на адреналиновые железы на втором тире дают синапс рукопашным отрядам. На значительное увеличение здоровья и урона. Ликтор Альфа заказывает себе фидер тендрилс, который позволяет ему не просто наносить силовой урон, что против космодесантников довольно полезно, но также лечиться каждой автоатакой. Прям классический варгир. Классический варгир от Дарк Рику. И Форест Радио, да, он вызвал на поле боя второй отряд тактикалов при помощи дроппода. У космодесантников на данный момент есть две версии дроппода. Глобальная способность. Одна версия вызывает на поле боя дроппод с тактикалами. И одна версия, которая находится в списке способностей каждого командира космодесанта, она просто вызывает пустой дроппод, который пополняет отряды, находящиеся рядом. И были вызваны именно тактикалы. Второй отряд. Видно для того, чтобы справиться с... Легче справляться с воинами. Форест Радио переходит на второй тир. И он подходит к генераторам Дарк Рику. Отрядом тактикалов, технодесантникам и скаутами с дробовиками. Да, Форест Радио уже переходит на второй тир, в то время как Дарк Рику... Он может перейти на второй тир, но он еще не нажал на кнопку. Генераторы Дарк Рику падают. Падают довольно быстро. Посмотрим, сможет ли Дарк Рику остановить своего соперника. Нет. Он пока что двигается на центр. И видно, вместо того, чтобы... Ну и тут уже останавливать-то нечего. К тому времени, как его войска туда доберутся, генераторы все упадут. И вместо этого Дарк Рику пытается похарасить генераторы соперника в ответ. Дарк Рику наконец-то нажимают на второй тир. Начинает на него переходить. Ликтор Альфа вместо того, чтобы помогать с харассом генераторов, идет перекапывать точку. И Форест Радио успешно уничтожил вражескую геноферму полностью. То есть упали и генераторы. Упали... Упало и... Поверно, да. Все упало. Все разрушено. И сейчас, вернувшись на два шага назад, он получает возможность защищать свою точку. То есть, да, эти точки энергии расположены очень близко друг к другу. Их видно на одном экране. В принципе, он смог вернуться и защитить свои генераторы. Ну, шпасты удушителей все-таки воинам не были выданы. Они бегают в своем базовом виде. Похоже, Дарк Рику хочет их на втором тире все-таки проапгрейдить. И граната. Хорошая граната. Она попадает в воинов, но ни одна моделька все-таки не падает. И Форест Радио на втором тире уже делает рейзербэк, в то время как Дарк Рику только-только к нему подходит. Думаю, мы увидим ядовитых воинов очень быстро. Нет, Дарк Рику не знает о том, что его соперник делает рейзербэк. И Дарк Рику идет в быстрого тирангарда. Что тоже неплохой выбор. И на втором тире Дарк Рику начинают ставить свои капиллярные башни. То есть я упоминал капиллярные башни в своем видео про новые юниты в элитмоде. Они, помимо того, что они дают дополнительный прирост красного, они также дают базовый синапс и ускорение вокруг себя. То есть можно из капиллярных башен строить такие дорожки до каких-то важных точек или важных мест. Так что тиранитские отряды, которые бегут к ним, будут следовать по цепи из капиллярных башен, получать ускорение. И таким образом логистическая составляющая армии тиранит, она немножечко ускоряется. Так, Дарк Рику делает тирангарда, форстрадио, рейзербэк уже на поле боя. Ну и тирангард шагает к центру. Для тирангарда тоже очень важны эти капиллярные башни, потому что у него тут есть войны, то есть с синапсом проблем-то нет. Да, тирангард с синапсом и тирангард без синапса это абсолютно две разные истории. У тирангарда нет глаз. И в том, что для того, чтобы видеть врага, он полагается на синапс. По крайней мере, такое бэковое обоснование этим механикам. Ну да, сам по себе тирангард просто очень-очень медленно двигается без синапса. И залп из дробовика убивает Ликтора. Да, Дарк Рику немного не размекрил, но у него не было просто времени на то, чтобы осознать, что происходит. Ликтор Альфа слишком быстро умер. Залп из дробовика положил конец его жизни. И неприятная ситуация для Дарк Рику. И он делает Зантропа. Интересный выбор. То есть вместо того, чтобы делать ядовитых воинов, он делает зантропа. Вместе с тирангардом этот, похоже, зантроп будет кидать свой мозговой залп на замедление техники. И тирангард должен будет уже распиливать врага в ближнем бою. И у технодесантника есть плазменное ружье. Очень-очень мощный варгир. В частности, против тирангарда. Тирангард получает много урона от синапсовой отдачи. Практически умирает. У него было меньше 100 здоровья. Вот он доходит до базы, входит в режим черепашки. Конечно, у тирангарда тип брони. Это супертяжелая пехота. Против плазменного ружья он получает очень много урона. У него тип брони меняется на технику, только когда он входит в режим черепашки. И зантроп первый на поле боя. Да, было сделано ограничение на двух зантропов тиранидом. Но учитывая, что это один на один, я не думаю, что мы увидим больше одного зантропа на поле боя. Даже один зантроп это уже довольно редкий гость. Залп из дробовика вынуждает термогантов отступить. Термогантов. На поле боя выходит библиарий. Хороший выбор. Усиливает отряды космодесантников. И библиарий также довольно эффективен в данной ситуации, благодаря его смайту, который наносит силовой урон. То есть против воинов он эффективен. Даже этот силовой урон наносит неплохой дамаг по тирангарду. Просто хороший юнит. Не такой хороший, как вертбой орков, конечно. Но хороший юнит. Тирангард бежит в направлении библиария. По нему уже стреляет плазменное ружье технодесантника. И со своим оверчарджем тирангард будет просто таять. Таять. Под огнем этого плазменного ружья. Включается, кажется, оверчардж. Ну нет. Вынуждают технодесантника отступить. Выводка воинов. Наконец-то заканчивается апгрейд на адреналиновые железы. Смайт заходит немножечко мимо цели. И выводок воинов вместе с тирангардом идет в бой. С адреналиновыми железами они наносят тип урона по верми... Точнее, по хэви миле. Так что они, в принципе, могут и сами довольно неплохо помочь. В том, что касается распила рейзербэка. Где он, кстати? А нет. Рейзербэк находится немножечко внизу. И Зантроп помогает с уничтожением блоба тактикалов. Конечно, он не особо быстро дропает их модельки. Но он наносит урон по всему побоим отрядам сразу. Что очень полезно. И тирангард подходит к ним. Конечно, с его сплэшем модельки будут дропаться очень быстро. Да, уже несколько моделей теряют тактикалы. Один из отрядов... Там осталось только две модели, считая сержанта. И по очкам победы Дарк Рику пока что превосходит своего соперника. И Зантроп... Нет, он не бросает залп на замедление. Вот, делает замедляющий залп и отступает. Сам по себе этот замедляющий залп наносит неплохой урон. Замедляющий выстрел. По технике хороший смайт. Ну, наносит просто урон по отряду термогантов. Почему хромогаунты-хромогаунты, а термоганты-термоганты? Куда буква У потерялась у термогантов? Я никогда не обращал на это внимания до недавнего времени. Но это так. Термоганты именно термоганты, а хромогаунты это хромогаунты. В чем разница между гантом и гаунтом? Форест Радио делает дредноута. Похоже, план Дарк Рику на то, чтобы забить Рейзербэк силами Тирангарда и Зоантропа успехом не увенчается. Нужно будет делать Ядовитых Воинов. В принципе, Ядовитые Воины так и так были бы хорошим выбором. Так, технодесантника притягивают к себе, концентрируют на нем огонь. И он вынужден отступить. Еще один замедляющий, нет, кажется, это был не замедляющий, залп по Рейзербэку. Ну, по тактикалам. Против тактикалов этот Зоантроп очень эффективен, потому что Форест Радио двигает их одним блобом. Они просто находятся в большой куче, и этот залп наносит урон по обоим отрядам сразу. И дредноут выходит на поле боя. Интересно, увидим ли мы Ассолтку или что-нибудь похожее. Ассолтка должна быть очень эффективна против такой армии Тиранит. Так, Дарк Рейку просто перекапывает точку Ликтором. И посмотрим, как продолжится бой на центре карты. Я люблю дредноутов с Ассолткой. Ассолтка просто очень хороший апгрейд. В Бляре уже заказывается силовой посох. И на центр выдвигаются силы Форест Радио. Дарк Рику переходит на третий тир. То есть он... Ну, он еще не видел дредноута. Он уверен в том, что против жалкого Рейзербека его войска смогут справиться. И поэтому он просто переходит на третий тир. Ну, дредноута он должен был заметить уже. Потому что дредноут громко шагает в его направление. И сейчас будет ломать его щупальца. Капиллярную башню. Так, отряд скаутов. Подходит к термогантам. Вынуждает их отступить. И все-таки Дарк Рику... Нет, у Дарк Рику пока что просто нет энергии. Я думал, он переместил свою энергию на низ. Но нет, пока что у него ее просто нет. Дарк Рику отменяет переход на третий тир. Делает еще одного терангарда. Похоже, он увидел этого дредноута и решил, что... Что может быть лучше одного терангарда, два терангарда. И так мы с ним справимся. Но это очень рискованное решение. Тирангарды... Для начала они не дальнобойные. Так что если в битве что-то пойдет не так... А с двумя отрядами тактикалов, у которых плазменные винтовки... И с технодесантником, у которого плазменная винтовка... У этих терангардов может пойти не так очень многое. Они отступить... Им будет тяжело отступить. Не то, что они вряд ли смогут отступить. Им просто будет тяжело. И... Так, Ликтор... Атакует отряд Токты. Ну, вынужден ступить. Отряд Токты... Ездит на перекапывание вместе со своим Рейзербэком. И Ликтору был заказан апгрейд на одинокого охотника. Который увеличивает его урон на 50%. И позволяет ему получать на четверть меньше урона. Если в радиусе вокруг него нет никаких союзных отрядов. Очень полезно для того, чтобы ходить и перекапывать точки. И два терангарда приближаются к цели. Ну, Дредноут просто от них отходит. Рейзербэк с тактикалами уже подъезжает. Посмотрим, насколько эти два терангарда будут эффективны против Дредноута. Так, Зоантроп вместе с ними. И Дредноут приближается в радиус ближнего боя. У первого терангарда стремительно уменьшается количество здоровья. Ох, как стремительно. Даже если он сейчас зачаржит, неизвестно выживет ли он. Терангард прочаржил, но немедленно остановился. И Дредноут его добил. Он прочаржил совсем немного. Именно было видно, что он чаржил, и он остановился. И второй терангард даже не начал чаржить. Второй терангард тоже погиб. Это почему они не чаржили? Ну, неизвестно. Нахождение пути в Довике это... Вообще в играх от релик нахождение пути это довольно хитрая тема. И Дарк Рику делают еще одного терангарда. Но идея Дарк Рику с терангардами оказалась полнейшим провалом. Они не просто погибли. Они погибли, не достигнув вообще ничего. Они не убили... Они даже не атаковали Дредноут. Они не убили ни одной модельки. Они просто пришли и умерли вместе. Это было... Это было жалко. Мне жалко Дарк Рику в данный момент. Мне было бы его жалко больше, но он сам принял решение о том, чтобы сделать этих двух терангардов. И он делает второго зоантропа. Почему бы просто не сделать ядовитый выводок? Ядовитый выводок это дальнобойный отряд, который может стрелять на ходу. Который наносит хороший урон по технике. И с зоантропом технику можно замедлять. И наносить ей неплохой урон. И как бы... Да, второго зоантропа делает Дарк Рику в один на один. Это просто... Такое... Это немыслимо. Крайне редко можно увидеть зоантропов в один на один. А уж двух зоантропов... Это... Одна игра из миллиона. Одна из тысячи скорее. Я не думаю, что за всю историю второго Довика. Хотя, наверное, один миллион был сыгран. Если считать с ванилы. Возможно. Ну, два зоантропа выдвигаются в направлении тактикалов. Их залпы наносят хороший урон по тактикалам. И у них остается все меньше и меньше здоровья. Их модельки не дропаются. Но отряды получают хороший урон. Так, два замедляющих залпа от зоантропов сносят половину здоровья Рейзербеку. И на поле боя высаживается отряд Ядовитых Воинов. Видно, это глобальная способность Ликтора высаживать Ядовитых Воинов на поле боя. И, наконец-то, Дарк Рику ей воспользовался. Чтобы как-то помочь. Помочь в данной ситуации своим зоантропам. Так, зоантропы отступили на базу. Опасаясь дредноута. И у них, да, замедляющие залпы устремляются в дредноута. Я, на самом деле, не видел, чтобы они кого-то значительно замедляли. Они просто наносят урон. Кажется. Возможно, это изменили в элитмоде. Просто в ваниле в 2х2 и 3х3 тираниды были очень сильны именно спамом зоантропами. Возможно, поэтому их так понерфили. И в очередной раз капиллярная башня оказывается под огнем. Две модельки Воинов дропаются за секунду. Залп с Майтом в Ядовитых Воинов также наносит им солидный урон. И у Дарк Рику в данный момент все довольно печально. Да, он по точкам еще более-менее держится. Главным образом, благодаря тому, что его ликтор Альфа ползает и перекапывает точки. Но в том, что касается боя, Рику не может найти оптимальную композицию в данный момент для себя. Ну, его идея с тирангардами была абсолютно провальной. Да, и ликтор заползает на центр для того, чтобы перекапать точку. Ну, с зоантропами даже была не такой провальной. Вот именно с тирангардами он что-то особо хитрое выдумал. И, наконец-то, Дредноут падает. Все, что нужно было, это Ядовитые Воины. Для того, чтобы заставить его упасть, Дарк Рику наконец-то до этого дошел. И Форест Радио переходит на третий тир. Он у него уже завершился. И у Форест Радио значительное количество ресурсов. Посмотрим, что он сделает. На поле боя что-то высаживается. И Рейзербэк тоже падает. Разрушается. На поле боя вызываются терминаторы. И Форест Радио эта игра затянулась достаточно. Он достаточно прижал Дарк Рику для того, чтобы вызвать отряд терминаторов. И в данный момент у Форест Радио, несмотря на то, что он потерял Дредноута и Рейзербэк, на данный момент у него все замечательно. У Дарк Рику 96 очков победы. В принципе, Форест Радио идет с ним более-менее вровень. Но чем в данный момент Дарк Рику убивать терминаторов? Он делает еще одного тирангарда. Дарк Рику почти что перешел на третий тир, но он отменил этот третий тир. Для того, чтобы сделал второго Зоантропа и Ядовитых Воинов вызвать на поле боя. Но теперь он на нем застрял на втором тире. И он просто делает еще одного терангарда. У него нет выбора, потому что у него мало очков победы. Да, он все-таки переместил свою геноферму с одним генератором на низ. Возможно, здесь когда-то было больше генераторов, но Форест Радио их уже похарасил. И Зоантропы едва-едва отступают на базу. Ассолдка на терминаторах почти что добила одного из них. Ну да, делает терангард. Терангард может быть относительно эффективен против терминаторов. Потому что здоровья у терангарда все-таки много. Если он свяжет их в ближнем бою, то он может нанести им неплохой урон. Так-то он тоже супертяжелая пехота, так же как терминаторы считается супертяжелой пехотой формально. И терангард подбегает терминаторам, начинает их бить. Терминаторы просто телепортируются, да. То есть против терангарда все-таки им не хочется драться слишком долго. Да, а терангард выносит очень хороший урон против них. Уже половина здоровья у отряда терминаторов. Но подходит отряды такты с плазменными винтовками, ружьями. Тут, нет, технодесантник ходит и перекэпывает. У этого терангарда, и он в чаржил в самый тыл форест радио. У этого терангарда будут большие проблемы. В том, что касается выживания. Ну и он пытается драться с терминаторами, но терминаторы его забивают. Зоантропы оказываются слишком далеко, опять же, в тылу врага. И пять очков победы остается у Дарк Рику. На поле боя высаживается, что же это? Это почтенный дредноут. Да, форест радио заказывает почтенного дредноута. И все у Дарк Рику совсем грустно. То есть вот эта попытка с терангардами, по-моему, его закопала. То есть он мог идти, он шел практически в уровень с форест радио. Но на втором тире Дарк Рику не смог адекватно разобраться с рейзербэком и дредноутом. Не сделал ядовитых воинов тогда, когда их следовало сделать. В результате он не смог перейти на третий тир. И вот это привело к той ситуации, в которой он находится сейчас. В принципе, два зоантропа это тоже довольно странная идея. Но она для него работала более-менее неплохо. Просто, возможно, если бы он перешел на третий тир и сделал бы Корнифекса, то ситуация на поле боя выглядела бы по-другому. Так, один зоантроп, в принципе, для него бы сыграл неплохо. И терминаторы телепортируются агрессивно на зоантропов, вынуждают их отступить. Ну, про гинокрадов мне говорить... Про гинокрадов я ничего говорить не буду. В принципе, у Дарк Рику был отряд, да и сейчас еще есть, отряд рукопашных воинов. Возможно, гинокрады тоже бы неплохо. Ему помогли против этого блоба космодесантников. Но, учитывая, что у них был рейзербэк на протяжении долгого времени, вряд ли они были особо эффективны. Да, терминаторов к себе телепортирует библиарий. Очень полезная способность. 2-1, очки победы у Дарк Рику заканчиваются, и он проигрывает. Эх, самый редкий герой в игре, к сожалению, не сыграл. Хотя, Ликтор в данной игре играл неплохо. Проблема тут была не в Ликторе, а в выборе юнитов, которые делал Дарк Рику. Форест Радио играл абсолютно традиционно, и для него это оказалось залогом успеха. Ну да, Дарк Рику я уже говорил, ошибки, которые он сделал, были связаны именно с юнитами, которых он заказывал. Два тирангарда, которые совершили какой-то абсурдный дайв на дредноута, и оба погибли. И это было очень обидно. Форест Радио смог перейти на третий тир, заказать себе терминаторов, заказать себе почтенного дредноута и выиграть. Ладно, надеюсь, этот матч вам понравился. Заходите в мою группу в Стиме, на сервер в Дискорде. Если вы хотите поддержать канал, в описании этого видео есть ссылка, по которой вы можете мне задонатить. Я буду очень благодарен, в данный момент я собираю на новый компьютер, что позволит мне стримить в хорошем качестве, записывать видео в хорошем качестве. В данный момент я записываю в 30 фпс, позволит записывать, может, даже в 60 фпс. Кто знает. И опять же, стримить игры, которые вышли после 2009 года. Любая сумма будет очень и очень полезна. Ладно, спасибо вам за просмотр и до свидания.